БАК ПРОДАКШЕНС совместно с SJW Films представляют серийные убийцы, реальные Ганнибалы-лекторы, Чикатило, Даммер, Фиш. Мы серийные убийцы. Ваши сыновья, ваши мужья, мы повсюду. Тед Банди. Более 90% серийных убийц составляют белые мужчины, обычно принадлежащие к нижнему или среднему классу. Эти мужчины обычно умны, но при обучении испытывают трудности с концентрацией. У большинства из них было сложное детство, где они подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию. В основном они происходят из нестабильных семей, где нередки такие вещи, как криминал, психиатрические расстройства и алкоголизм. Воспитываясь в таких семьях, эти дети проводят много времени в одиночестве, в результате чего многие из них уже в юном возрасте начинают жестоко обращаться с животными. Гарольд Шектер, автор. Если эти дети не подвергались крайним формам физического насилия, то значит, обязательно были крайние формы эмоционального или психологического насилия, что сильно выбило их из колеи. И так или иначе, они начали ассоциировать процесс причинения боли с удовольствием. Например, отец Джона Вейна, Гейси, был алкоголиком и часто избивал его. Джон Старший часто оскорблял своего сына, тем самым разрушая его уверенность в себе, что впоследствии привело к возникновению Джона младшего проблем с его мужественностью. Повзрослев, Джон стал насиловать и убивать, в итоге похоронив 29 тел под своим домом, поскольку Гейси пользовался популярностью в своем районе, его соседи не могли поверить, что Джон был способен на такие зверства. Джен Левин, криминалист. Большинство людей, которые страдают в детстве, переживают это и становятся нормальными, достойными членами общества. Но серийные убийцы, которые страдали в детстве, продолжают совершать одни и те же ошибки на протяжении всей жизни и не могут совершить переход во взрослую жизнь. Они не способны совершить переход в среднем возрасте. И в тот самый момент, когда они чувствуют, что должны подходить к пику своего успеха, они вдруг обнаруживают, что стремительно катятся по наклонной. Они хотят ощущать свою важность, они хотят чувствовать себя особенными, они жаждут чувства власти, доминирования и контроля, но они просто-напросто не могут добиться этого каким-либо достойным способом, и поэтому они начинают убивать, пытать, заниматься садомией, расчленять, и это позволяет им почувствовать свою значимость. Тед Банди родился в бедной семье и никогда не знал своего отца. Он хорошо учился в школе, но его нрав был неуправляем. В 16 лет он стал воэристом, одержимым мастурбацией. Кто мог подумать, что Банди станет серийным маньяком, и тем не менее, он убил многих женщин. Многие американцы, когда думают о серийных убийцах, представляют себе психов со стеклянными глазами. Кого-то, кто так поступает, кого-то, кто так выглядит, в то время, как реальный серийный убийца необычайно обычен. Это белый мужчина среднего возраста, у которого имеется ненасытный аппетит к власти, контролю и доминированию. И он убивает не ради денег, не из мести, а потому что ему от этого хорошо, потому что это доставляет ему удовольствие, потому что это его развлекает. Ему нравится возбуждение и трепет, которые он испытывает, выдавливая последний глоток воздуха из тела своей умирающей жертвы. Ему нравится наблюдать страдания жертвы, и поэтому он пытается делать все медленно и болезненно. Это помогает ему ощутить себя высшим существом, в том смысле, что он заставляет жертву чувствовать себя низшим. Гейси поддерживал фасад положительности, у него был свой бизнес, семья, несколько детей, и этого фасада было достаточно, чтобы отводить от него подозрения на протяжении многих лет. Ему нравилось наряжаться клоуном и устраивать клоунаду. Он говорил, что клоуну и убийство сойдет с рук. Со временем от него ушла жена, его бизнес начал разваливаться, и в этот момент Гейси был пойман, арестован, осужден, и после трех апелляций в его случае Гейси был казнен. Масштабы кошмара. Составляя лишь 5% мировой популяции, Соединенные Штаты порождают больше серийных убийств, чем весь остальной мир. Здесь серийные убийства составляют 76% от общей статистики. На втором месте Европа – 17%. Англия возглавляет европейские страны – 28%. За ней идет Германия – 27%. Калифорния лидирует по количеству случаев серийных убийств в Соединенных Штатах, но Нью-Йорк, Техас и Иллинойс не сильно отстают от нее. В штате Манн – самый низкий уровень серийных убийств в Соединенных Штатах, и по статистике 65% жертв серийных убийств составляют женщин. Кровожадный убийца женщин с неуправляемым нравом Банди к своим 42 годам убил около 36 молодых женщин. Никто точно не знает, скольких именно он убил, но однажды пораженный офицер полиции спросил Банди, как один человек мог убить 36 женщин. Банди покачал головой и сказал, «Добавь сюда единицу и получишь нужное число». В год жертвами серийных убийств становится не более 200 человек, но это число, пускай довольно большое, блекнет по сравнению с практически 18 тысячами единичными убийствами в год в Соединенных Штатах. Проблема в этой стране не с серийными убийствами, а с бытовым населением, убийствами на рабочем месте и с ситуациями, когда два парня идут в бар, а затем один вытаскивает пистолет и стреляет в другого. С другой стороны, проблема заключается в том, что серийные убийцы собирают большое количество трупов. Мы говорим о небольшом числе парней, которые причиняют значительный ущерб. Они могут убить 5, 10, 20 или даже более человек. Некоторые из них убили сотни. Этого достаточно, чтобы вселить ужас в большинство жителей страны. Если ты то, что ты ешь, к завтрашнему дню я мог бы стать тобой, аноним. Каннибал – это человек, который ест человеческую плоть. До сих пор ведутся споры о том, является ли каннибализм наследственной чертой всех людей, нашим животным импульсом, или же он является признаком обезумевших зверей, таких, как некоторые особо плодовитые серийные убийцы. Каннибализм – это предельная форма агрессии. На планете существуют племена, которые сделали каннибализм частью войны. Так что они достигают полной победы не только убивая своих врагов, но также поедая их останки. Серийные убийцы, такие, как, например, Андрей Чикатило, также инкорпорируют садизм в свою борьбу. Они самыми садистскими способами поедали своих жертв, их сердца, глаза, гениталии, в попытке причинить жертве максимальную боль и максимальные страдания. Этот садистский импульс питает слабое и хрупкое эго серийного убийцы, который так сильно, так отчаянно желает добиться ощущения власти над другими людьми, а каннибализм – это средство его достижения. Антропологические свидетельства указывают на то, что наши первобытные предки достаточно регулярно практиковали каннибализм, так что, по моему мнению, может существовать некий врожденный импульс к подобным действиям. И одна из особенностей, свойственных серийным убийцам, заключается в том, что они действуют очень архаически и примитивно, что доказывает наличие у них этих импульсов на каком-то очень глубоком уровне. По поводу каннибализма эти психически больные маньяки говорят, что, поедая свою жертву, они делают ее частью себя, тем самым навсегда сохраняя ее для себя. Любой серийный убийца, который прибегает к каннибализму, прибегает к нему как к последнему средству от отчаяния. Разумеется, будь то ради садизма или от нестерпимого желания, любой серийный убийца, который начинает поедать своих жертв, нарушает одно из наиболее основательных и распространенных по всему миру табу. Психологически, это означает, что убийца добился полной противоположности того, на что он надеялся. Он может получить временный прилив, временное удовольствие, но в том, что касается его эго, его самосознания, он должен почувствовать себя еще хуже, чем прежде. С другой стороны, переступив эту черту, он уже способен на все. Возможно, каннибализм и берет свое начало в традициях наших первобытных предков, но современная криминальная статистика показывает, что самые плодовитые серийные убийцы всех времен были каннибалами. В 1968 году серебряный экран увековечил поедающих плоть зомби, блуждающих по холмам Пенсильвании в поисках хорошей закуски в леденящей трилогии Джорджа Ромеро. Эти фильмы были лишь легким намеком на то безумие и волнение, которые разыгрывались в реальной жизни в течение самого кровавого десятилетия в 60-е. Шестью годами позже семейные ценности каннибалов вернулись на экран в культовом сюрреальном триллере Тоби Хуппера «Техасская резня бензопилой». В каком-то смысле это наши версии того, что ученые называют волшебными сказаниями. Это истории, которые наполняют нас ощущением чего-то удивительного, и они притягательно ужасающи. Люди обожают подобные истории, такие голливудские фильмы ужасов. Это наши версии этих древних сказаний о волшебстве, странствиях, смерти и борьбе с мифическими чудовищами, которые всегда присутствуют в подобных историях. Это настолько необычно, настолько страшно, настолько ужасно, что совершенно спокойно может быть вымыслом. Большинство людей не видят особой разницы между Ганнибалом-лектором, который является плодом воображения Тома Харриса в фильме «Молчание и гнят», и Джеффри Даммером, который был реальным серийным убийцей из плоти и крови. Для обычного человека не существует разницы между фактами и фантазиями. Чем они необычнее, чем страшнее, тем больше мы отождествляем этих людей с вымыслом, чтобы они стали некой формой развлечения. Ограбления, например, никогда не воспринимаются как нечто интригующее или забавное, потому что люди подвергаются им слишком часто. А серийные убийства для большинства людей это нечто слишком далекое. Ганнибал Лектор завладел воображением страны, когда в 1991 году был экранизирован роман Томаса Харриса «Молчание и гнят», где Лектор предстал доктором перед миллионами зачарованных зрителей, став, наверное, самым сладким запретным плодом со времен Нормана Бейтса. Полковник Роберт Ресслер основатель подразделения поведенческих исследований ФБР. Фигура Ганнибала Лектора, как она показана на экране, не является точным описанием серийного убийцы. Во-первых, я не знаю ни одного серийного убийцы, который был бы психотерапевтом. Я знаю несколько врачей, которые унесли ряд жизней, но точно не в извращенной манере Ганнибала Лектор. Я не знаю ни одного человека с таким высоким положением в обществе, который был бы каннибалом, или который был настолько интегрирован в высшие слои общества, и в то время являлся таким дьявольски безумным человеком. А Харрис просто объединил организованную и дезорганизованную личности в одно целое, чего в реальной жизни просто не бывает. Ричард Лури, автор, нам почему-то хочется верить, и мне кажется, что именно так и обстоит дело с Ганнибалом, что серийный убийца это некий супермен, что он более умный, более образованный, более изворотливый, чем все остальные, не считая, конечно, того единственного человека, который в итоге его поймает. А в случае Ганнибала он ко всему обладает и определенной элегантностью, которая неким образом делает его даже более устрашающим. Но все это часть мифа о серийных убийцах, по крайней мере, как их сейчас преподносит, что серийный убийца это нечто большее, чем сама жизнь. В Ганнибале Лекторе есть какая-то странная асексуальность. Его мотивации к убийству и поеданию людей не имеют никакой связи с сексом. Это очень интересный аспект его характера. Создается впечатление, что он выше этого, и это еще один момент, который делает его неким сверхчеловеком в глазах людей. Он не является рабом своих извращенных сексуальных потребностей, в то время как у Даммера, Фишера и других все обстояло именно так. Задолго до Ганнибала Лектора, вымышленного каннибала, жил мужчина, которого газетчики прозвали серым человеком и вистерийским оборотнем. Он был настоящим каннибалом, живым чудовищем. Все мы грешны. Альберт Фиш. Альберт Фиш, вистерийский оборотень, родился в 1870-м, совершил от 5 до 15 убийств, скончался в 1936-м году. Альберт Фиш родился в уважаемой семье в Вашингтоне, однако у его ближайших родственников была история психических расстройств и алкоголизма. Некоторые из них закончили свои дни в психических больницах. Когда Фишу было 5, умер его отец, его мать была вынуждена пойти работать и не могла заботиться о нем. Фиша отправили в приют, и там, как он вспоминал, я так часто видел, как пароли мальчиков, что это навсегда засело мне в голову. Фиш стал маляром и декоратором, женился, прожил в браке 20 лет и стал отцом шестерых детей. Но когда жена ушла от него к другому, оставив детей на Фиша, в нем начали происходить опасные перемены. Возросший интерес с каннибализмом и религией подпитывал его безумие. Фиш начал есть на ужин сырое мясо, часто подавая его и своим детям, которые позже показали, что он делал это в те дни, когда Луна была полной. Он никогда не применял насилие к своим детям, но он просил их и их друзей бить его по ягодицам самодельной лопатой, утыканной двухсантиметровыми гвоздями. В его жизни был период, когда он уехал в Европу, и, судя по всему, он проводил много времени в мужских борделях. Я считаю, что и сам он занимался проституцией и принимал участие в садомазохистских гомосексуальных оргиях. Нью-Йорк, 28 мая 1928 года. 58-летний Альберт Фиш откликнулся на объявление в газете, помещенное 18-летним юношей по имени Эдвард Батт. Молодому человеку нужна была работа. Фиш, маляр, глубоко религиозный человек, и отец шестерых детей нанес визит семье Батт по адресу 406 Западная 15-я улица под предлогом нанять Эдварда для работы на его фермерских угодьях на севере штата. Когда Фиш впервые появился на пороге семьи Батт, у него в руках была клубника и домашний сыр из немецкого гастронома. Он производил впечатление добропорядочного и любезного человека. Седоволосый, немного худощавый, даже элегантный. Многие криминалисты считают Фиша самым ужасным и безумным из всех американских серийных убийц, частью из-за его благовидности. На момент его ареста он выглядел эдаким дедушкой, добрым и, казалось бы, совершенно безобидным, таким аккуратным седым старичком. Но он был невероятно безумным убийцей и мучителем детей, который, по сути, всю свою жизнь охотился на маленьких детей. Фиш мог бы легко сойти за чьего-либо дедушку, но это был не обычный дедушка. Эдвард Батт был в восторге от перспективы поработать летом у приветливого старичка, и Фиш быстро втерся в доверие к Альберту и Дилли Батт. Но когда Фиш увидел десятилетнюю Грейс Батт, в его черном сердце произошла дьявольская перемена. Зачарованный маленькой девочкой, Фиш быстро дал задний ход и сказал, что вернется через несколько дней, чтобы отвезти Эдварда на ферму. Затем Фиш настоял на том, чтобы этим же вечером отвезти Грейс на день рождения к его племяннице. Батты сначала отказались, но в итоге все-таки разрешили Грейс поехать с Фишем. Больше они свою дочь живой не видели. В 1930 году похищение Грейс Батт все еще оставалось нераскрытым. Со временем Фиш стал одержим писанием непристойных писем вдовам, откликаясь как на объявления брачных агентств, так и на личное объявление. Но Фиш не был обычным ухажером. Рестораны и кинотеатры его не интересовали. Он спрашивал женщин, не желают ли они избить его или составить ему компанию в порке маленьких мальчиков. В течение своей жизни Фиш не раз проходил психиатрическую оценку. Впоследствии доктора вынесут ему диагноз «психиопатическая личность», но его не сочли душевнобольным. Пройдет еще четыре года, прежде чем будут найдены останки Грейс Батт. Дело было раскрыто из-за одного последнего леденящего душу письма, написанного Фишем. Но это письмо не было предназначено одинокой вдове. Оно было послано Альберту и Дилли Батт, одиночество которых было безгранично глубже. В письме говорилось, «Моя дорогая миссис Батт, я заходил к вам на 406 по западной 15-й улице, принес вам сыр, клубнику, мы отобедали». Грейс сидела у меня на коленях и целовала меня. Я решил съесть ее. Я пригласил ее на праздник. Вы сказали, «Да, она может пойти». Я повел ее к пустому дому в Вестчестере, который выбрал загодя. Когда мы добрались, я велел ей остаться снаружи. Она собирала дикие цветы. Я поднялся наверх и снял всю свою одежду. Я знал, что если не сделаю этого, то запачкаю ее в крови. Когда все было готово, я подошел к окну и позвал ее. Затем я укрылся в чулане, пока она не вошла в комнату. Когда она увидела меня на гимн, она закричала и попробовала сбежать вниз по лестнице. Я схватил ее, а она сказала, что расскажет все маме. Сначала я раздел ее, как же она брыкалась, кусалась и царапалась. Я задушил ее, а затем порезал на маленькие кусочки, чтобы отнести мясо к себе в квартиру, приготовить и съесть. Какой же сладкой и нежной была ее маленькая задница, запеченная в духовке. Мне потребовалось девять дней, чтобы полностью съесть ее тело. Я не трахал ее, хотя мог бы, если бы пожелал. Она умерла девственницей. Расчленив ее тело, большую часть которого он оставил в чулане, Фиш на поезде отвез кусок ее плоти в свою городскую квартиру, где сварил ее с луком и морковью, а затем съел, получая от этого сексуальное наслаждение. Адское письмо Фиша не было подписано, но по печати полиции удалось установить, откуда оно было отправлено. В то время Фиш жил в квартирном доме. Полиция выследила и арестовала его. Среди материалов, обнаруженных у него дома, были найдены старые газетные вырезки о Фрице Хармоне, немецком вампире, который убивал юношей, после чего продавал их мясо на рынке. «Зачем ты съел Грейс Батт?» спросил Фиша, потрясенный полицейский. «Мне захотелось», ответил тот. История Фиша и он сам являются живой реинкарнацией всех этих сказочных чудовищ, которые так зачаровывают и пугают вас в детстве. Опять же, это как ведьма и Ганс с Гретель. С виду безобидный пожилой человек, который предлагает тебе конфету, а потом оказывается каннибалом. Так что это нечто совершенно поразительное, когда эти мифические чудовища сходят со страниц братьев Грим и появляются в реальном мире, рядом с нами. Фиша обвинили в убийстве Грейс Батт. Он также признался в, по крайней мере, ста других эпизодах. «У меня были дети во всех штатах», кичился Фиш. Его приговорили к казни на электрическом стуле. 16 января 1936 года Фиш принял свою последнюю пищу. На обед у него был стейк на косточке, на ужин жареная курица, но он к ним почти не притронился. Позже этим вечером, после шестилетних поисков, штат Нью-Йорк наконец положил конец отвратительным аппетитам Фиша, казнив его на электрическом стуле. Фиш был даже рад этой казни. «Это будет высшее удовольствие, единственное, которого я еще не испытывал», восклицал он. Но даже с его казнью не все было гладко. В тюрьме он начал жаловаться, что ему трудно сидеть, и когда тюремные врачи пришли осмотреть его, он сказал, что одна из форм удовольствия, которые он получал, заключалась в том, что он вонзал иголки себе между ног в промежность и оставлял их внутри своего тела. Разумеется, ему никто не поверил, но все же решено было сделать рентген. И когда снимки были проявлены, врачи обнаружили 27 иголок различных размеров, вогнанных в его тазовую область. Это была лишь одна из многочисленных форм невероятного мазохистского поведения, от которых Фиш получал удовольствие. Он был мазохистом и садистом. Классический случай человека, для которого боль и удовольствие совершенно неразделимы. Во время казни металл, находящийся внутри его тела, вызвал короткое замыкание во время первого разряда. Потребовалось два сильнейших удара током, чтобы убить его. В свои 65 лет Фиш стал самым старым человеком, когда-либо казненным в этой тюрьме. Так что за 50 лет до самого любимого кинематографического хищника Америки, Ганнибала Лектера, был Альберт Фиш, маляр, отец шестерых детей и каннибал. Я ошибка природы, безумный зверь. Андрей Чикатило. Андрей Чикатило, красный кошмар. Родился в 1936 году, совершил от 53 до 55 убийств. Умер в 1994 году. В 70-х годах советские власти и подумать не могли о появлении серийного убийцы в стране процветающего социализма. Но среди них бродил человек, который станет самым плодовитым серийным убийцей в современной истории. Андрей Романович Чикатило родился на Украине в период послевоенного голода. Когда ему было 5 лет, мать рассказала ему, что до его рождения его старший брат отошел слишком далеко от дома и был съеден голодающими селянами. У Чикатило было то, что мы называем трудной жизнью. Но по советским стандартам она не была такой уж и трудной. Он был свидетелем ужасных вещей, поскольку пережил вторжение нацистов в Украину. Он жил в стране, в которой правил Иосиф Сталин, в которой десятки миллионов людей были казнены или отправлены в ГУЛАГ, погибали по пути в ГУЛАГ, погибали в самом ГУЛАГе. Люди гибли миллионами. Во Второй мировой войне Россия потеряла убитыми 27 миллионов человек. Так что это было местом смерти, местом войны и местом ужаса. Но оно было таким для всех. Оно никоим образом не было уникальным для Чикатило. Многие люди выходили утром и видели лежащие на улице трупы с отрезанными ягодицами, потому что это была последняя мясистая часть тела. Маленькая девочка видела это по пути в школу, и это ужасающее зрелище. И все свидетели того времени, если вы поговорите с ними достаточно долго, в какой-то момент припомнят историю, связанную с каннибализмом. Соседа уличили, потому что в его супе нашли пальцы. Парень на соседней улице продавал котлеты из человечины. Говорят, что во время блокады Ленинграда, которая длилась почти 900 дней, самым страшным было увидеть приближающегося к себе на улице сытого, упитанного человека, потому что в то время в Ленинграде любой сытый, упитанный человек, скорее всего, питался человечиной. Отец Чикатило был советским солдатом, который попал в плен к нацистам во время Второй мировой войны и был помещен в лагерь для военно-пленных. В очень раннем возрасте у Чикатило появился интерес к коммунизму и впоследствии он 25 лет состоял в рядах партии. В юности у Чикатило были проблемы с девушками, его часто отвергали, плюс у него случались неловкие эпизоды импотенции, он стал одержим мастурбацией. Со временем в поисках работы Чикатило перебрался в Россию. Он получил высшее образование в области русской литературы, женился и стал отцом двоих детей, несмотря на свою импотенцию. Но вскоре Чикатило потерял сексуальный интерес к своей жене и через несколько лет был обвинен в сексуальных домогательствах, вследствие чего был уволен с руководящей образовательной должности. Этот ранний инцидент указывает на интерес к маленьким мальчикам и девочкам, не говоря о потрошении и пытках. А еще через год он начал утолять свою непомерную жажду крови. Первоначальные раны на его жертвах были многочисленными и поверхностными, в основном в этой области, потому что в момент преступления жертва находилась на земле, а Чикатило сидел на ней, обездвижив ее неким образом. И эти первоначальные раны были ранами установления доминирования, а не ранами, предназначенными причинить боль или повреждения. Чикатило переехал в Ростов и устроился работать учителем. И здесь последовала череда чудовищных убийств. Она длилась 12 лет, и ее жертвами стали 53 человека, в основном дети. Проживая в портовом городе Ростове, в 800 километрах от Москвы, Чикатило выслеживал детей на вокзалах и автобусных остановках. У Чикатило было много общего с теми, на кого он охотился, поскольку они также не вписывались в общество и были жертвами неприятия. Чикатило носил с собой черную кожаную врачебную сумку, в которой были веревка и нож. Он заманивал своих жертв обещаниями еды или катания на машине. Затем Чикатило заводил их глубоко в лесополосу, где его ожидал собственный пир. Он безжалостно истязал своих жертв, выкалывал глаза, откусывал соски, отрезал части тела и поедал гениталии. Чикатило издевался над своими жертвами и потрошил их, чтобы испытать чувство власти и контроля, которое приносило ему сексуальное удовольствие. Он как бы скатился к убийству. Насколько я знаю, его первое убийство было случайным и логическим одновременно. Оно было случайным, потому что он привел туда девочку не для того, чтобы убить ее. Можно сказать, что он был настолько ослеплен своим желанием в тот момент, что не осознавал, что ему в итоге придется убить ее. Но когда он с ней закончил, стало очевидно, что не может дать ей уйти. Он был снова трезв, он был удовлетворен, его похоть была удовлетворена, его рассудок прояснился, и он понял, что не может дать девочке уйти. Он вдруг снова стал разумным существом, и поэтому, как это часто бывает при убийствах, он встал перед выбором убить ее или понести ответственность. Это был ключевой момент его жизни, и он выбрал отнять жизнь. И в процессе убийства он обнаружил, что получает величайшее и предельное удовольствие, когда отнимает у человека все, его достоинство, его мир, неприкосновенность его тела и в конечном счете жизнь. И в какой-то момент этого процесса он осознал, что он не только педофил, не только убийца, но также каннибал. и он сделал этот выбор и продолжал делать этот выбор, поскольку в какой-то момент для него уже не было разницы. Не просто раскаяться после 44. 44 убийств, я имею в виду. И, наверное, самое страшное из того, что он говорил, было, когда он сказал, что в конце все это начало превращаться в рутину. Ему начало становиться скучно, раж пропал. Это было уже не так, как в старые добрые времена, когда все это было свежим и возбуждало меня. Сейчас мне уже не так легко возбудиться от всего этого. Обычно серийные убийцы наращивают свой садизм и масштаб пыток. Они могут начать просто с удушения жертвы, но когда они доходят до пятой жертвы, они могут держать ее привязанной к стулу на протяжении многих дней, пытать ее бить током, вводить чистящую жидкость в ее вены, чтобы посмотреть на ее конвульсии и делать самые разные немыслимые вещи. Так что в какой-то момент уровень садизма поднимается настолько, что каннибализм становится для них допустимым. Они похожи на наркоманов, которым требуются все большие дозы того же самого наркотика, чтобы получать такой же кайф. А серийные убийцы получают кайф от садизма, от истязаний, и в какой-то момент они перестают получать удовольствие от достигнутого уровня садизма и переходят на каннибализм. В общем счете, Чикатило практиковал каннибализм на по крайней мере 36 жертвах. Его задерживали как возможного подозреваемого в зверских убийствах, но отпускали даже не проведя допроса. Советским властям доложили, что Чикатило был членом партии, а посему не мог быть убийцей, а тем более серийным убийцей. Силы следствия были направлены на проведение моральных чисток в отношении гомосексуалистов в России, в то время как новые изувеченные трупы продолжали появляться, поскольку Чикатило, кровожадный безумец, оставался на свободе. Невероятно, но Чикатило отпустили во второй раз, когда результат анализа спермы не совпал с группой крови Чикатило. Оказавшись на свободе, Чикатило продолжил свой кровавый марш, пока два советских следователя, дежуривших на железнодорожной станции, не заметили Чикатило, выходящим из леса. Он был незамедлительно арестован. На процессе 1994 года Чикатило рассказал суду о том, как варил и ел соски и яички своих жертв. В зале суда люди падали в обморок. Странная вещь в Чикатило заключается в том, что хотя он и признавал, что является каннибалом, и что откусывал и ел различные части тела, он категорически отрицал, что когда-либо ел матки женщин. Он признал, вырезал матку, и, кстати, настолько искусно, что следствие какое-то время рассматривало версию, что убийство совершает хирург, и были проверены тысячи хирургов. И он также признавал, что брал матку женщины, которая представляет из себя небольшой игрушообразный орган, как ее обычно описывают, и он жевал ее. Ему нравилась ее упругость, ее вкус, но съесть ее? Нет, я бы никогда на такое не пошел. Он категорически это отрицал, хотя было очевидным, что он ел их, по крайней мере, по косвенным уликам, потому что на местах преступления не было найдено ни одной матки, даже когда трупы были относительно свежими. Но мне так и не удалось понять, было ли это из-за того, что у Чикатило все же остался какой-то стыд, или же Чикатило подумал, хорошо, я признаюсь во всем остальном, но я не буду признаваться абсолютно во всем. Сохраню небольшую власть над ситуацией. Здесь я скажу нет, они мне ничего не сделают, я и так пропащая душа, но здесь я подкину им задачку, пусть помучаются, я не пойду как овца на заклане. Я делал это не ради сексуального наслаждения, скорее это приносило мне душевный покой, сказал Чикатило суду. Часть повреждений наносимых Чикатило приходилось на половые органы и это происходило не случайно. Он отнимал у них то, что по его мнению было отнято у него и в каком-то смысле он искал справедливость. Мало известно о последствиях поедания человеческой плоти, некоторые исследования показали, что племена, где каннибализм он практиковался регулярно, страдали от куру, заболевания мозга, которое впоследствии назвали смешливой болезнью, вызывающей истерический смех. Это творит странные вещи с физиологией. Инспектор Кустойв сказал мне, и это есть в моей книге «В погоне за дьяволом», что от Чикатило исходил отвратительный запах, который ушел лишь со временем. А затем шотландский доктор написал мне письмо, в котором объяснил, что при переваривании человеческого мяса, а мы для этого не предназначены, вырабатывается какое-то зловонное вещество, которое затем выводится из организма, в том числе через поры. Некоторые исследования доказали, что в больших количествах человеческое мясо предоставляет существенные объемы протеина и на вкус напоминает филе телятины, свинины или курицы, но у Чикатило не было предпочтений. У Чикатило было заболевание и на вопрос, был ли он больным или просто злодеем, я бы ответил и то и другое. Он злодей, потому что не взял на себя ответственность за свою болезнь. Он всегда знал, что убивать маленьких детей это злодейство. Он был не глупым человеком. Он знал, и он очень аккуратно заметал свои следы и очень успешно уходил от преследования. Чикатило не только ничуть не раскаивался в убийствах своих жертв, он не выказывал никаких эмоций в отношении невинного человека, который ранее был осужден и казнен за убийство, совершенные Чикатило. Желание, которое двигало Чикатило, явно было очень сильным, потому что разрушило внутри него все социальные табу. Это было мощнейшее желание. Но в то же время, когда Чикатило почувствовал, что милиция вышла на его след, у него вдруг хватило сила воли отказаться от этого желания, противостоять ему на протяжении трех лет подряд. После того, как Чикатило был признан виновным в 53 убийствах, его казнили. Его вывели из камеры и традиционно приговоренного ставили на колени, а затем производился смертельный выстрел 9-миллиметровой пулей в область под правым ухом. И прямо перед выстрелом он закричал «Не вышибайте мне мозги! Японцы хотят купить их!» Это были последние слова Чикатило. И японцы действительно хотели купить их, или, по крайней мере, были слухи, что кто-то из Японии хотел их купить. Так что его последними словами были «Не вышибайте мне мозги!» Японцы хотят купить их. Ты учишься тому, что нужно знать, чтобы убивать и разбираться со всеми деталями. Так же, как ты учишься менять колесо. В первый раз ты осторожен, на тридцатый раз ты уже не помнишь, куда положил монтировку. Эд Банди Я должен был остаться с Богом. Джеффри Даммер Джеффри Даммер, монстр из Милуоки, родился в 1960 году, совершил не менее 17 убийств, скончался в 94-м. Джеффри Даммер родился у доброй матери, а его отец был доктором химических наук, но он проводил больше времени в лаборатории, чем дома со своей семьей. Уже в раннем возрасте он стал проявлять нездоровый интерес к убийству и мучениям мелких животных. Соседи говорили, что натыкались на лягушек и кошек, прибитых к деревьям за домом Даммеров. Взрослый Даммер был тихим и вежлив, и работал на мелокской шоколадной фабрии. Но благовидная манера поведения скрывала скелетов, которые таились в его шкафу в буквальном смысле. Даммер был гомосексуалистом, которого потянуло к алкоголю определенному типу мужчин и каннибализму. Он посещал местные гей-бары и заманивал мужчин к себе в квартиру, обещая наркотики, выпивку или секс. В 18 лет Даммер уже совершил свое первое убийство. Я считаю, что самый удивительный аспект в Даммере это его внешний вид и манера поведения. По нему совершенно нельзя было сказать, что он склонен к насилию. И в каком-то странном смысле он и не был, потому что на следствии он заявлял, что ему не нравится насилие и страдание. В отличие от других более организованных серийных убийц, таких как Джон Вейн Гейси или Тед Банди, которые получали удовольствие от мучения и запугивания своих жертв, Даммер, казалось, старался как можно быстрее лишить их сознания с помощью наркотиков или удушения. И когда они входили в бессознательное состояние, он уже осуществлял с ними половые акты так, как ему этого хотелось. Ему уже не нужно было беспокоиться об общении с жертвой и о возможном сопротивлении. Его изначальным намерением было создать нескольких зомби, живых зомби, с которыми он мог бы заниматься сексом, и он делал фронтальные лоботомии и заливал им в черепа кислоту. Но когда все его жертвы погибли, он перешел к запасному плану и отключал своих жертв успокоительными средствами. Но он успокаивал не только своих жертв, но и себя самого. Он очень много пил, и на суде он прямо выражал свое раскаяние, даже когда это было не в его интересах. Так что я бы сказал, что в целом Джеффри Даммер это загадка, это аномалия. Он один из очень немногих серийных убийц, которые искренне раскаивались. Он совершенно не был садистом и тем не менее совершил ужасающие и немыслимые злодеяния. Майкл Кейн, прокурор в деле Даммера. В одном из эпизодов Даммер уговорил одного молодого человека пойти к нему домой. Молодой человек был азиатом. Я не знаю, был ли Даммер в курсе, сколько ему было лет. Насколько я помню, ему было 15. Даммер, движимый своей безумной идеей сделать из него секс-рабапа, пытался просверлить ему череп. По ходу этого процесса, молодой человек, разумеется, был без сознания, Даммер отлучился из дома за алкоголем. Молодой человек пришел в себя, вышел голым на улицу, где натолкнулся на нескольких граждан, которые вызвали полицию. Приехала полиция, а также пожарная, и когда они все собрались вокруг этого юноши, подошел Даммер. Даммеру удалось убедить полицейских, что это его любовник, и полиция проводила Даммера с этим юношей к его квартире. Даммер сказал, что не может найти его удостоверение личности, но заверил полицейских, что это его любовник, и ему, по крайней мере, 18 лет. Полицейские поверили Даммеру и покинули квартиру, после чего Даммер, разумеется, убил этого молодого человека. Соседи Даммера по квартирному дому стали жаловаться на ужасный запах и частые звуки работы электропилы. Даммер объяснил, что запах шел от испорченного мяса в его холодильнике, а пилу он использовал для изготовления мебели. Но то, что обнаружила полиция, не очень ввязалось с этим объяснением. Среди ужасов, найденных полицией в квартире Даммера, были три разложившихся тела в 20-литровых бочках с кислотой, четыре отрубленных головы, скелеты в шкафу, пенис в салатнице, мужской торс частично изъеденный кислотой. В холодильнике Даммера не было продуктов, только приправы, но в его морозилке хранились человеческие легкие, печень, кишки, почки и черепа. И сердце, которое, по его словам, он собирался съесть позже. Для Даммера каннибализм был комбинацией извращенности и веры в обладание жертвами. Он поедал жертв, чтобы сделать их частью себя. В то же время он говорил, что поедание жертв делало его более сильным и повышало его шансы выйти на другой уровень существования. Похоже, что в каннибализме Даммера присутствовал и сексуальный подтекст. Он определенным образом готовил определенные части тела и мастурбировал во время поедания их или поедал их перед тем, как отправиться за новой жертвой. Так что в каннибализме Даммера был и сексуальный аспект. Для серийных убийц-садистов убийство – это лишь финальный аккорд после пыток, которым подвергается жертва. Джеффри Даммер же, напротив, убивал для поддержания отношений. Он убивал ради компании. Похоже, что единственные отношения, на которые он был способен из-за того, что чувствовал себя настолько сильно отвергнутым другими людьми, были отношения с трупами. Он практиковал некрофилию, каннибализм. И это было его попыткой убивать ради компании, ради сохранения компании, чтобы его жертвы оставались с ним и не могли уйти, так же, как все те, кто уходил от него в прошлом. Даммер – это трагическая история о воздействии фантазии на человеческое сознание. Он не начал вдруг убивать людей. У него все началось с фантазии об избиении человека до бессознательного состояния и занятия с ним сексом. Он жил с этой фантазией, и затем фантазия превратилась из его мысли в план, а потом и в действие. Джеффри Даммер подошел к нему и спросил, не хочет ли он подзаработать. Мой брат пошел с ним в его квартиру. Он предложил моему брату пиво. Рита избрал. Брат Эрол был убит Даммером. Он пошел к холодильнику, открыл пиво, подсыпал туда снотворное и дал моему брату. Мой брат выпил пиво и отключился. Пока мой брат был без сознания, он пытался провести над ним какой-то эксперимент. Он просверлил отверстие в его виске и залил туда какой-то кислотный раствор, чтобы превратить моего брата в зомби. Это не сработало. Он сказал, что мой брат пришел к нему снова и сказал, что у него болит голова. Тогда он дал ему еще снотворного, он снова отключился, после чего он сделал с моим братом то, что он сделал. Каролин Смит. Брат Эдди убит Даммером. Я сказала, если он был один из жертв, где его тело? Как они его опознали? Он ответил, мы положили перед ним около сотни фотографий, и он указал на людей, которых убил. Ваш брат был одним из них. Я спросила, где же его тело? Я никогда не забуду, как он посмотрел на меня и сказал, все смерти ужасны, все, но я могу вам сказать лишь то, что смерть вашего брата была одной из ужаснейших смертей. Но это ни о чем мне не сказала. Я такого наслушалась за последние 12 дней, что может быть еще ужаснее того, что я уже слышала. В отличие от Фиша или Чикатило, Даммер раскаивался и сожалел о совершенных владеяниях. Но это не вызвало у присяжных никакого сочувствия. Отклонив заявление адвоката о невменяемости Даммера, они признали его виновным в 17 убийствах и приговорили к более чем 900 годам тюрьмы. Перед процессом членов всех семей попросили опознать своих родных. Мистер Маккейн завел нас всех в комнату, всех членов семей. И он подходил к каждой семье и рассказывал, что он сделал. Не очень-очень подробно, а в общих чертах. И тогда я узнала, что он отрезал Эдди голову и три дня держал ее в кладовке, пока решал, что с ней делать. В итоге он решил запечь ее, и все это мне сказали прямо перед началом суда. Все это стоит у меня перед глазами, а он говорит, что мы должны сдерживать эмоции. Голова моего брата три дня пролежала в кладовке, пока кто-то решал, что с ней делать. Убийства ему было мало. Я не знала, что они позволят нам сделать заявление. А я была так возбуждена, что меня поставили последней. Я и не представляла, что поведу себя так, как повела. Просто если бы я подумала обо всем этом, я бы ни слова не сказала, а просто набросилась бы на него. Но ничего хорошего из этого бы не вышло, и нас предупредили, что если будут какие-нибудь истерики, то они назначат повторное слушание. Но я не хотела проходить через это снова. Джеффри, я тебя ненавижу. Да что же это такое? Была бы моя воля, прикончила бы тебя прямо здесь. После этого мне стало плохо. Им пришлось вывести меня из зала и дать мне лекарства. У меня была сильнейшая головная боль. Я так долго держала все это внутри себя, и потом я никогда раньше не видела этого человека. А когда увидела, у меня мурашки по телу пробежали. И еще меня потрясло то, что когда я сорвалась, он просто сидел и смотрел, просто смотрел на меня, как зомби. Даммер признался во всех убийствах, и его признание заняло 159 страниц текста. А в своем последнем слове он извинился перед семьями своих жертв. Это было самое длинное признание из всех, с которыми мне доводилось сталкиваться. Джеральд Бойл, адвокат Даммера. 159 страниц. Я знаю, что оно было полным, потому что все, что Даммер говорил властям, оказалось правдой. Все его слова были проверены. Я считал, что будет правильным, если Даммер сделает заявление, которое общественность хочет от него услышать. Я считаю, что его содержание было уместным. Это были его мысли. Это было честное и искреннее заявление Джеффри Даммера. Я очень сожалею о том, что причинил всем этим бедным семьям, и я понимаю их справедливую ненависть. Я должен был остаться с Богом. Я попытался, но потерпел неудачу. В 1994 году в результате кровавого инцидента Даммер встретил свою смерть, занимаясь обычной уборкой. Даммер был до смерти забит во время мытья полов в паре с осужденным за убийство Кристофером Скарвером. Надзиратели обнаружили монстра из Милуоки уже мертвым. Джеффри Даммер, находясь в этой тюрьме, получал больше писем, чем все остальные заключенные вместе взятые. А многим заключенным хочется сказать о чем-то обществу. Они хотят сочувствия, или же они считают себя невиновными и ищут помощи или совета. Но если среди них находится такая знаменитость, они не могут добиться всего этого. Так что в тюрьмах присутствует большая ненависть в отношении таких людей, как Джеффри Даммер, о которых так много пишут, что они становятся настоящими знаменитостями. После смерти Даммера, его мать потребовала, чтобы его мозг был законсервирован в формальдегиде в целях дальнейших исследований. Но отец Даммера хотел соблюсти желание своего сына быть кремированным. Дело дошло до суда, и судья в итоге вынес решение в пользу мистера Даммера. Если бы у меня был доступ к Джеффу Даммеру еще в предподростковом возрасте, я бы увидел то, чем он занимался. Он собирал сбитых животных у дороги, относил к себе в гараж, расчленял их, очищал их кости с помощью кислоты. Если бы я увидел его страсть к мертвым животным, то сразу же понял бы, что здесь что-то не так. И разумеется, все это можно перенести и на другие стороны его жизни, при рассмотрении которых стало бы понятно, что он встал на тропу, которая в будущем приведет его к совершению насильственных действий. Единственное, что осталось загадкой, это то, как Даммер вел себя за пять минут до совершения убийства. Я глубоко убежден, что если бы у нас была видеозапись, мы бы увидели нечто очень похожее на поведение маньяка из «Молчания ягнят», где он начинал издавать звуки, вести себя неадекватно и скакать по всей квартире, как умалишенный. Я считаю, что Даммер входил в такое состояние. Сам он никогда об этом не говорил. Даммер не делал никаких заявлений, которые могли бы помочь в признании его невменяемым. Даммер никогда не лгал о том, что слышит голоса или о галлюцинациях. Он был самым честным клиентом из всех, что я когда-либо представлял, в том, что касается рассказов о совершенном преступлении. Но Даммер так и не сказал мне, как он себя вел непосредственно перед убийством. Я считаю, что он был психически больным. И последний парень, который был с Даммером, которому удалось от него уйти, тот, что связался с полицией, поделился со мной, что когда он был с Даммером, когда он думал, что сейчас ему будет причинен вред, Даммер начал издавать звуки и вести себя очень странно. Так что загадка состоит в том, как он себя вел. Мы никогда не узнаем этого. Даммер нам не рассказывал, свидетелей у нас не было. У нас нет никаких записей, так что это единственная загадка, а в остальном все понятно. Некоторые из совершаемых деяний, таких как каннибализм, вампиризм, некрофилия, расчленение тела и тому подобное, которые совершаются компульсивно, наводят меня на мысль, что должен быть некий элемент неизвестной науки, представляющий себя основу зла. Некоторые из этих поведенческих паттернов происходят напрямую из ада. Вполне нормально иметь агрессивные мысли, которые не выливаются в агрессивное, опасное, насильственное поведение. Но серийные убийцы склонны рано начинать с богатой фантазийной жизни, в которой они объединяют секс и насилие. А поскольку они не могут рассказать об этих фантазиях другим людям, они по большому счету остаются в одиночестве. Они фантазируют на протяжении долгого времени. Эти фантазии становятся все более сложными и частыми. К тому моменту, когда они начинают убивать, они, по сути, начинают погоню за мечтой. Они пытаются воплотить то, о чем фантазировали в течение всей жизни. А поскольку это невозможно, поскольку они никогда не смогут добиться того идеала, который установили для себя, они продолжают убивать в надежде, что в следующий раз они сделают все лучше, что это будет идеальное убийство. Как могли эти трое с виду положительных мужчин, маляр, учители, рабочий, совершить самые ужасные и немыслимые злодеяния в истории криминалистики? Этот вопрос может навсегда остаться без ответа. В конце концов, правда, всегда невероятнее вымысла. Мне кажется, что нас поражает каннибализм, когда его практикуют такие люди, как Альберт Фиш, или в литературе кем-то вроде Ганнибала Лектора. Не столько тем, что это ужасное злодеяние, потому что в каком-то смысле это спорный вопрос, является ли это таким уж злодейством, если ты съел кусок плоти того, кого ты только что пытал и убил, или что является большим злодейством. Жертва уже мертва, так что поедание печени человека не обязательно является большим злодейством, чем убийство человека. Существует вероятность того, что каннибализм, как предельная форма агрессии, присутствует в каждом из нас. Я не говорю, что мы хотим в буквальном смысле съесть своего врага или оппонента, но у всех у нас есть агрессивная сторона. Это часть человеческой природы, и в этом понимании все мы потенциальные каннибалы. Серебряный экран будет продолжать вдыхать жизнь в литературные произведения и превращать вымысел в реальность. Ганнибал-лектор, вымышленный каннибал, пробуждает что-то во всех нас. Сознание серийного убийцы завораживает, ужасает и ставит нас в тупик. Но Ганнибал-лектор существует в лице реальных каннибалов, которые ходят среди нас. К сожалению, еще какое-то время нам придется жить с тем фактом, что мы до конца не понимаем, из-за чего появляются серийные убийцы. Мы изучаем эту проблему всего 20 лет. Это редкий феномен, но это еще и очень загадочный феномен. Даже если бы вы прошли тренинг на предмет того, как именно вести себя при столкновении с серийным убийцей, это бы нисколько вам не помогло. Это правда жизни. Это как автокатастрофа, как удар молнии. Это очень маловероятно, но если это с вами случится, то все кончено. Мы, серийные убийцы, ходим рядом с вами. Мы ходим за вами. Мы обитаем в тех частях вашего сознания, куда вы боитесь заходить. А на ним. Исполнительный продюсер Шон Бакли. Режиссер Шон Бакли. Автор сценария Фил Розенберг. Редактор Антония Томпсон. Композитор Дин Хьюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова